Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 21-го ТВ-та Йорцет великого человека. Может быть не все знают о нем. Он не так известен, как крупнейшие рэбы. Был такой рабе Израиль Добер Извеледников. Я очень много лет еще познакомился с ним, не с ним точнее, а с местом, где он похоронен. Мы поехали туда как-то много лет, 25 назад мне рассказали, что в Веледниках есть могила Чудотворца. Мы поехали туда, не было даже указателя такого. Мы приехали, не знали, где эти Веледники. Я поехал в милицию, сел с ними, договорился, и мы поставили указатель Веледники. С тех пор я как бы дружу с этим чудотворцем. Это действительно величайший человек, потому что он почти единственный, кто бывает на Украине, или был там, или будет. На его могиле всегда случаются великие чудеса. Город Веледники еще раз говорю. Он родился в 1789 году в семье Меламеда. И ему дали имя Израиль был Добер. И примерно в 4 года умер его отец. Еще через 9 лет его мать, еще очень светлая семья была, но она, к сожалению, поднялась наверх, оставив из ролика круглым сиротой. И перед смертью она подозвала в семье и попросила его принести какую-то книгу. Он очень удивился, потому что знал, что она неграмотно не читала на иврите. И он попросил какую книгу, она говорит, любую. Он принес книгу, она взяла книгу в руки и сказала, святые буквы попросите, пожалуйста, Всевышнего за моего сыночка. Она знала, что она уходит и что и осталось немного в этом мире. Вот так вот жили великие. Его называли Балшемтовым Извеледником. Он стал известен в 1829 году еще при жизни своего учителя. Его поучения собраны в книгу Шерет Израиль. Потрясающая книга, которая была издана, невероятная каббалистическая. Это был человек, который говорил, что, когда корова проходит мимо дома, то, посмотрев на нее, я могу узнать все поступки ее хозяина со дня рождения до этого дня. Вот такие вот были люди. Вы знаете, в книге Бейс Ребе сказано, что после ухода из этого мира миддл-ребе некоторые любовеческие хасиды поехали в Веледнике просить его стать наставником. Но он отослал их к Цемах Цадику и сокрушался, что они не видят такого цвета. 21 числа 1850 года великая душа Цадика покинула этот мир. И вот он перед смертью сказал, что любой, кто подойдет и возьмется за ручку двери его склепа, исполнится все желания. Вы знаете, даже все время туда ездят люди, и очень много я знаю чудесных вещей, но очень интересно связано со Второй мировой войной. Естественно, нацисты хотели превратить склеп в Цадика, там уничтожить, но в данном случае они хотели там сделать склад горючего. Хотя местные жители им говорили, что не надо и так далее. Когда они попытались разбить надгробие, чтобы бочки с бензинового завести, один из ломавших отскочил лом и убил его на месте, а другой через пять минут стал инвалидом. И поставили все-таки бочку, она как-то перевернулась и задавила охранника. Все боялись подходить. Офицер, старший офицер, который отвечал за горючин, смеялся над страхами, говорил, что вы все задавлены еврейскими страхами, и сказал, что он будет ночевать прямо здесь. Он действительно переночевал на месте склепа. Что там было, никто не знает. Утром он белого цвета уехал сразу с вещами, и никто больше не трогал этот войль. Красная армия, когда пришла, естественно, коммунисты тоже хотели помочь и уничтожить склеп. Вообще артиллерия веледники уничтожила. Кроме одного здания ничего не осталось, только склеп праведника. А когда после войны пришли рабочие, начали копать, им сказали, перевернулся трактор. Короче, не буду вам рассказывать, никто никогда не смог тронуть могилу правила. Есть сгула, связанная с рабоизведником. Он сказал, что тот, кто приедет туда к нему и положит ключ и монетку для удачи на его могилу, и потом забирает, это большая сгула. Для чего мы вообще учим всех этих праведников? Дело в том, что некоторые проживают 70 лет как один нескончаемый день, а некоторые могут за один день пережить столько, сколько другие за 70. Эти великие люди, они создавали геносистему. Когда человек просто так вот происходит самоуспокоение, это оружие в руках темной силы. Нам, когда мы стремимся просто к комфорту, не видя то, как жили великие, то прекращается процесс внутренней трансформации, у человека теряется время. Вообще, что мы понимаем под словом «преуспеть в жизни»? Проводить каждый день в ресторане или в баре, ездить на «верседесе» с персональным шофером, ловить завистливые взгляды других. Что именно? Жизнь наверху кажется очень привлекательной, но это со стороны. И когда мы говорим сейчас «липчики», глядя на шикарную пару или с обложки журнала, надо понимать, что не все так просто. Ими любуются, ими завидуют, но не прошло и годы, как пресса сообщает о скандальном разводе, и сказочный приз, оказывается, наркоман и бьет жену, и так далее. Это изнанка. В еврейской традиции «преуспеть в жизни» — это совсем другое. И поэтому мы изучаем вот тех великих, которые были, назывались действительно настоящими праведниками, чтобы понять, что такое праведная жизнь, что такое праведная жизнь. Это очень важно во время книги «Шмот», потому что сейчас мы начинаем учиться, как, попав в Галут, выходить из него. Брахава и Атлаха.